Всем привет! В этом видео будет обзор жилого комплекса O2 Residence, который находится на выезде в сторону Борисполя, прям в лесу. Вот посмотрите. Такая шикарная природа и посреди леса будут вот такие домики. Сейчас я иду в отдел продаж, попрошу, чтобы нам сделали презентацию данного комплекса, показали территорию, потому что здесь есть красивое озеро, которое вроде бы тоже облагородит, сделает прогулочную набережную. Попрошу пойти на стройку, посмотреть в каком виде и как будут сдаваться дома. Ну и все это вам покажу. Идем в отдел продаж. Друзья, я уже в отделе продаж комплекса O2 Residence. Знакомьтесь, это Юля, менеджер отдела продаж и сейчас она нам сделает презентацию, да, нового комплекса. Юля. Значит, наш комплекс находится в такой уникальной локации в лесной части Киева. Это Дарницкий район, ближайшая метро Бориспольская, четыре километра находится от нас. Скажите, это черта города, да? Да, это Дарницкий район Киева, да, верно. Сам комплекс будет выглядеть вот таким вот образом. Это будет 12 домов, они все семиэтажные, невысокие. На первых этажах у нас будут расположены коммерческие помещения. Верхние этажи это двухуровневая квартира с собственными террасами. Комплекс разной цветовой гаммы, как мы видим на картинке. Значит, у нас есть сейчас два заезда в комплекс по дорогам, да? Можно к нам заехать со стороны метро Бориспольская. Здесь где-то будет 2,5 километра по лесной дороге. Эту дорогу мы планируем делать весной следующего года, когда уже люди будут заходить на ремонт из первой очереди. Также есть выезд на другую сторону, это страна лесничества, чуть дальше, если проехать по Бориспольской трассе. Этот участок дороги, он чуть длиннее, здесь порядка 4 километров. Им пользоваться возможно будет, но мы его не обещаем, так как это не наша территория, это лесничество. Мы планируем выезд на саму международную трассу, это вот здесь. Это буквально 700-800 метров от комплекса, но обещаем его где-то к 22-му году, так как нужно получить разрешение именно на выезд на международную трассу. То есть, так как это документы, чуть больше берем для себя запас времени. Скажите, а сейчас без машины сюда к вам не доехать? Можно. У нас есть автомобиль, на котором мы встречаем клиентов от метро Бориспольская. То есть, если нужно, можно позвонить в отдел продаж и заказать трансфер. В дальнейшем это будет ходить шаттл от комплекса, от застройщика. Он будет ходить в метро Бориспольская по времени, как решат сами жильцы. Сейчас территория комплекса занимает 30 гектар земли. Это закрытая территория, она находится под охраной. В дальнейшем это будет карточный доступ на вход. То есть, для всех жильцов. По карточке жильцы смогут зайти только в свой подъезд. То есть, не будет посторонних лет. Территория комплекса по Ден-Джану. То есть, что мы видим? У нас есть озеро на территории комплекса. Там у нас сейчас проводятся работы по набережной. Набережная будет проходить вот с этой части и торец озера. Здесь будет лодочная станция. Сейчас уже выполняются работы по набережной. То есть, первая часть, она почти уже закончена. Это будет зона отдыха. Также есть на набережной пляжная зона. Там будет расположено поле для футбола, спортивные тренажеры и также детская площадка. Теперь вернемся к территории. На территории комплекса будут два заезда. Они сейчас уже функционируют. Один там, где вы к нам зашли, прошли сюда, отдел продаж находится. Также есть выезд на другую сторону. Два выезда соединяются между собой дорогой. Она волнообразная проходит между домами, чтобы машины не разгонялись. Когда комплекс, допустим, здесь люди будут проживать, техника будет зажать с этой стороны. Это будет не мешать жильцам проходить через строительство. То есть, здесь будет ограждена забором дальнейшая стройка. Расстояние между домами у нас большое. Если брать наружные дворы, это 50 метров, они будут абсолютно без автомобилей. Здесь будут только зоны для отдыха. Во внутренних дворах у нас будет немножко автомобилей, но всего парка мест 80 на все дома во внутренних дворах. То есть, дома не загружены автомобилями. Остальная часть парковки всего в комплексе 560 парка мест. Это наземный паркинг. Он будет расположен с этой стороны на выезде. То есть, паркоместа будет расположен на этом выезде. Также сейчас ведутся переговоры по поводу крытого паркинга, где можно будет купить заполнительные паркоместа, если такой запрос будет у именно на выезде. По территории у нас в этой зоне будут теплицы расположены. Там можно будет арендовать участок земли, выращивать самостоятельно овощи, фрукты, зелень, либо с помощью агронола. Жильцы могут меняться, допустим, тем, что вырастили. Также будут в продаже экологически чистые продукты, которые там будут выращиваться. В этой зоне у нас будет отдельно стоящая школа. Мы ее планируем ближе к завершению строительства, так как на школу нужно больше деток по количеству. То есть, садик зайдет с этими четырьмя домами. Он по законодательству может быть расположен в коммерции. С этими четырьмя домами в первую очередь у нас будет первый и третий дом. Это весна следующего года. Уже люди будут заходить на ремонт. За ними идет второй и четвертый дом. Это третий квартал 2021 года. Также сейчас есть в продаже пятый дом и седьмой дом. Это второй квартал 2022 года и третий квартал 2022 года. С первыми вот четырьмя домами, с первой очередью вот этих домов заходит в любом случае продуктовый магазин. Это будет аптека. Это будет детский сад. То есть, дальше мы наполняем уже по необходимости жильцов для того, чтобы было комфортно находиться в этой локации то, что будет прежде для жильцов необходимо. Так, по территории комплекса у нас будут расположены детские площадки, спортивные площадки, поле для мини-футбола. То есть, будут зоны барбекю, тубеседки там, где могут жильцы пользоваться ими. То есть, такой комплекс закрытого типа для семей, для отдыха как альтернатива, допустим, частному дому, как дачный вариант люди рассматривают. Мы находимся прямо в самом лесу. Очень свежий воздух и хорошая, приятная атмосфера у нас. Вопрос по поводу документов на землю. Что-то еще это? Лес? Да. Земля находится в собственности постоянном пользовании Национальной академии МВД. Также академия является заказчиком строительства. То есть, у нас есть договоренные отношения между ними, что мы академии отдаем часть квартир, которые мы здесь строим, а также мы им построили здание Вики Почтовой, там, где их курсанты будут обучаться. То есть, здесь действительно будут расположены квартиры для академии, то есть, возможно, для сотрудников, как уже академия сама посчитает нужным. Понятно. Скажите, было бы интересно посмотреть планировки квартир и стоимость? Так, значит, по планировкам. У нас есть однокомнатная квартира. В данном случае это 37 квадратных метров. То есть, у нас свободная планировка. 3 квадратных метра – это коридор. Ванная комната достаточно большая – 5,5 квадратов. И здесь кухня гостиная. Это полноценная однокомнатная квартира. То есть, ее можно перепланировать на этапе строительства через застройщика, отделив, допустим, отдельную спальню. Также есть выход на лоджию с одной стороны со спальни и с кухни. Лоджия 4 квадратных метра. Они являются не застекленными. То есть, в дальнейшем стеклить нельзя будет, потому как у компании строгий паспорт посадок. Такая же планировка подобная. Только 39 квадратных метров. В принципе, у нас однокомнатная квартира. они идут со второго по пятый этаж. Можно рассматривать варианты и можно рассматривать дома. Сейчас есть варианты в пятом и седьмом доме. Есть еще квартиры свободные, да? Да. Если рассматривать по стоимости, то минимальная стоимость будет квадратного метра по данным квартирам 2800 тысяч гривен, а максимальная где-то 29600. То есть, все зависит от выбранной площади квартиры, от видовых характеристик, от этажности. С этого составляется ценовая политика. Скажите, а вот на фасаде дома где будут размещаться кондиционеры? Кондиционеры будут размещаться на лоджиях. То есть, для него выделят специальное место. Это будет система кондиционирования. Дренажная часть будет в слив. Ну, то есть, чтобы было комфортно соседям. Это все будет единое для всех жильцов. Застройщик ближе к воду в эксплуатацию уже обозначит это место. Вопрос по коммуникациям. Да. Значит, на сегодняшний день у нас коммуникации. Это электричество, это киевское. А ваза здесь не будет? Газовая. У нас будет только котельная. Это отдельно стоящее здание. В квартирах будут счетчики тепловые. На каждую квартиру? Да, на каждую квартиру. И будет радиатор с регулятором тепла. То есть, жильцы будут пользоваться по использованию и оплачивать услуги. По коммуникации. Значит, канализация. Это городская, тоже киевская. По воде. Это собственные склажины. Их уже четыре есть на территории комплекса. То есть, от 150 до 250 метров глубина. Те, которые менее глубокие, будут запускаться на обслуживание территории. А те, которые более глубокие, это уже будут подаваться в сами квартиры. То есть, там будет система очистки и фильтрации воды. Уберите ее вообще сюда. Теперь по двухкомнатным, да? Да. Двухкомнатные квартиры, они в основном все одной планировки идут. Порядка семидесяти квадратных метров. То есть, мы заходим, у нас большой коридор. Порядка одиннадцати квадратов. Два раздельных. Ванная комната и санузел. Одна спальня идет с панорамными окнами везде в пол у нас в квартире. Это двадцать квадратных метров. И кухня порядка четырнадцати-пятнадцати квадратных метров. Также с выходом на лоджию. Еще есть одна спальня около семнадцати квадратных метров. То есть, данные квартиры, в зависимости от того, какой мы будем рассматривать дом, они могут быть расположены как посрединке дома, а также они могут быть в торце дома находиться, где-то вот здесь, например. По этажности они также идут со второго по пятый этаж. По стоимости? По стоимости. По стоимости минимальная будет цена 23 900 гривен. Максимальная где-то 26 800 гривен. Опять же, все зависит от определенных характеристик по квартире. Понятно. Теперь, значит, трехкомнатная квартира. Трехкомнатная мы можем рассматривать такого плана. Это будет порядка девяносто квадратных метров. Это квартиры в один уровень. Если рассматривать трехкомнатные квартиры, их можно рассмотреть и за уровнем. То есть там, где уже есть собственная терраса. То есть там, где уже есть собственная терраса. Данные варианты также идут либо посрединке находятся, либо торцевые. Все зависит от выбора на дома. Здесь появляется еще одна спальня. То есть в квартире три спальни. Раздельный санузел, ванная комната и кухня порядка 15 квадратов. Есть две лоджии либо лоджия и балкон. Они порядка четырех квадратных метров. Так. Если рассматривать двухуровневые квартиры. Это они, да? Да. Есть разные варианты планировок. Они начинаются от 72 квадратных метров и до 135 квадратных метров. То есть, если рассматривать, допустим, самые маленькие трехкомнатные квартиры. Их можно рассматривать в пятом доме. Вот порядка 72 квадратных метров. То есть, если мы заходим на первый этаж, у нас большая кухня-студия, порядка 30 квадратных метров. Выход на лоджию есть 4 квадратных метров. Гостевой санузел и лестница на второй этаж. На втором этаже у нас большая ванная комната 6 квадратных метров. Две спальни 1,15 и 10 квадратных метров. И также уже есть собственная терраса. Она где-то порядка 7 квадратных метров будет. То есть, по террасам максимальная площадь где-то 16 квадратных метров. В зависимости от того, какую мы квартиру будем выбирать. По стоимости? По стоимости, значит, минимальная 23 600 гривен. Максимальная уже идет 29 800. То есть, сейчас в продаже пятый и седьмой дом, правильно? И четвертый. То есть, сейчас в продаже вот этих три дома. Четвертый – это третий квартал 2021 года, пятый – второй квартал 2022 года, и седьмой – это третий квартал 2022 года. Первые три дома, они проданы уже на 100%. Там нет вариантов квартир. Понятно. Ну, как бы здесь все понятно. Хотелось бы посмотреть территорию, озеро. Сейчас мы с вами пройдемся набережной посмотрим. Да. И подняться в какой-то из домов. Хорошо. Пойдемте? Да. Пойдемте. Друзья, сейчас нам Юля покажет эту прекрасную территорию в лесу и расскажет нам еще несколько интересных моментов. Да. Юля, нас интересует все-таки, сразу спрошу про Бортничьев. Угу. Есть ли какой-то запах здесь неприятный, скажем так, или лес это все покрывает? Да. Запахов здесь нет. То есть, мы здесь на локации находимся больше, чем год, и запахов неприятных нет. То станция находится выше, нежели наш комплекс. И по закону физики оно сюда не опускается. То есть, по розе ветров оно уходит в сторону Харьковского массива. Позняком вот там вот запах ощущается. Здесь абсолютно нет. Тут наоборот пахнет фоей и свежий воздух. Ну, покажите нам территорию. Расскажите, что это такое? Что это за колонны? Это арка у нас. Она еще осталась от детского лагеря. То есть, здесь был ранний детский лагерь. Алмазный расположенный. Мы сделали ее реконструкцию. То есть, это одна из смотровых площадок, как зона набережной выходит. Набережная будет начинаться с этой части. Мы расчистим озеро от камышей. Здесь будет проходить набережная. И мы сейчас на нее пройдем. Прям зайдем уже, заканчивая первую зону этой набережной. А что это за дом? Там была генеральская сауна. Да, он сейчас не функционирует. Возможно, либо его сделают реконструкцию, возможно, его перенесут просто как сохранят в другое место. Понятно. Еще такой вопрос по поводу комаров. Может, еще каких-то там? Мы делаем обработку. Вот весной мы делали обработку от насекомых, от комаров. И в дальнейшем управляющая компания будет также периодически это проводить. Сейчас мы идем на зону набережной уже. У нас также остался нам наследство от лагеря водопад. Мы также его сделаем реконструкцию. Здесь будет зона для отдыха, лавочки. И это также одна часть частей набережной. Скажите, а сколько всего квартир будет в комплексе? 800 квартир на 12 домов. Ну, природа, конечно, шикарная вообще. Воздух. Да, у нас здесь есть белочки. Мы морешки разбрасываем, и к нам гости приходят. Зайцы. Инвестора наши видели на другой стороне озера. Это также наша территория. Лесу встречали. Ух ты. Поэтому здесь прям настоящий лес. По территории будет озеленение. Будут сделать территорию параллельно с застройкой. То есть сейчас мы частично уже сделали газон с поливом, делаем набережную. То есть это будет для комфорта жильцов, чтобы они максимально чувствовали здесь себя, комфортно проживая в этой локации. Красивая набережная будет здесь. Да, она будет со ступеньками. Спуск к озеру. И здесь также, вот видите, лавочки есть. Это зоны для отдыха. А зона пляжная дальше будет, да? Да, пляжная зона немного дальше. То есть сейчас за этой зоной идет амфитеатр. Мы его также будем делать реконструкцию. Там тоже будет смотровая площадка и лавочки. А за ним уже дальше идет пляжная зона. Понятно. А в озере можно будет купаться, да? Оно будет... Мы расчистили, расчистим его. Но для купания это уже, наверное, сами жильцы будут принимать решение. Но мы для купания его не предусматриваем. И для этого нужно проверить воду, в каком она состоянии. Ну, если жильцы захотят купаться, то, в принципе, можно будет это все сделать с помощью управляющей компании. А сейчас там очень много рыбы водится. Да? Да. Понял. Скажите, а когда планируется закончить весь комплекс? Комплекс весь это где-то... Это наши прогнозы. 24-й, возможно, средина 25-го года где-то. Есть какие-то сейчас задержки по сдаче? Пока мы не переносим сроки. То есть, как и обещали первым инвесторам, что весной следующего года они уже смогут зайти на ремонт. То есть, к этому времени у нас уже будет установка. По концу следующей недели, возможно, фасадные работы будут проводиться, если будет погода позволять. Внутри дома уже выполнены наружные стены, внутренние стены, вентканалы. То есть, все параллельно идем, согласно графику. Вот там будут теплицы, да? Я правильно понимаю? Да, да. В той зоне. То есть, комплекс будет расти в эту сторону. То есть, то, что мы видим по деревьям. Мы деревья не убирали ранее. И в дальнейшем мы их убирать не будем. Последующие дома... А вот мы видим перед собой, допустим, этот же пятый дом. Вот расстояние между третьим и пятым домом приблизительно 50 метров. То есть, деревья так и остаются. Понятно. Пойдемте в сам дом покажете. Да, пойдемте. Это вход здесь и будет, да? Ну, да, здесь будет. Это входная группа третьего дома. Угу. Ну, посмотрим похожие планировки, которые будут, в принципе, у всех домах. На нижних этажах внизу у нас будут продаваться еще кладовые. Угу. Угу. Можем зайти в квартиру одну комнату. Здесь порядка 39 квадратных метров. Есть лоджия и панорамный окно пола. А высота потолков? 2,72 это от чистовой стяжки пола. Вот где котлован, там будет дом. Пятый дом, да. Пятый дом. А вот это все будет зона для отдыха. Скажите, а как будет сдаваться квартира? Квартира, это будет, значит, чистовая стяжка пола. Будут радиаторы с регуляторами тепла. Счетчики по квартирной на тепло, воду, электричество. Мы заводим канализацию в воду в мокрые зоны и электричество в чудо. Все. Остается разводка электрики и штукатурка стен. А по поводу остекления? Остекление. Будут везде панорамные окна. Это фирма Rehau. И входная дверь качественная также, чтобы у всех была одинаковая. А менять ее не нужно будет. Я был в ЖК Рыбальском. Реально качественная входная дверь. И это редкость. Да, мы стараемся ставить такие, чтобы потом визуально входная группа у всех была одинаковая. Дальше мы можем зайти в трехкомнатную квартиру. Здесь еще нет перегородок внутри квартиры. То есть, возможно, просто инвестор забегал перепланировку. Семь этажей, лифт один, да? Да. В маленьких домах это один лифт. По восемь квартир на этаже грузопассажирский на 630 кг. А в больших домах это три секции. В каждой секции будет лифт. Там по четыре квартиры на этаже. Это какие дома будут? Это будет второй и четвертый дом. То, что сейчас есть, да. А маленький первый, третий, пятый, седьмой. Это восемь квартир с одним лифтом. Необычный комплекс. Такого нету больше. Нету в городе, в городе в лесу. Да. У нас в этом и уникальность нашей локации. Очень красивая территория. Ну, обязательно нужно ехать и смотреть все-таки. Да, сейчас, конечно, дорога не очень у вас до комплекса. Так как ездит техника, мы ее периодически ровняем, но, к сожалению, она не в лучшем состоянии. Понятно. А здесь двухкомнатные? Двухкомнатные на ту сторону. Давайте посмотрим еще. Это двухкомнатная квартира. Сану и диванная комната уже разделены. Здесь также кухня и спальня. И на другую сторону также еще одна спальня. За счет панорамных окон будет, конечно, очень светлые квартиры. Юля, спасибо вам большое. Не за что. Действительно, очень такой уникальный, интересный комплекс. Я думаю, зрителям будет интересно. Спасибо, что приехали к нам рассказать, поделиться нашим комплексом, нашей локацией. Да, потому что локация интересная. Мы надеемся, что вы сделаете удобную транспортную развязку. Это важно и, в принципе, очень-очень интересно. Спасибо вам большое. Друзья, приезжайте. Ссылку оставлю на сайт. Спасибо. Юля, телефон, если хотите. Можно просто ссылку на сайт, а там можно будет заказать обратной звонок. Звоните, трансфер. Да, трансфер возможен, конечно. Если у кого-то нет автомобиля, просто нужно заказать трансфер, предварительно позвонив, оставив заявку в отделе продажи. Спасибо вам большое. Не за что. Рада была знакомству. Все. Всем пока и до встречи на новых ЖК. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok